Конечно же и сегодня мы продолжим обсуждать события, сотрясающие Башкортостан в последние недели. Хабиров проигнорировал рекомендации Кремля сделать вид, что ничего существенного не произошло и начал раскручивать изрядно заржавевший маховик народной любви к партии и правительству и к нему, собственно, Хабирову лично. С середины недели пошла информация о том, что все государственные бюджетные предприятия в пятницу 26 января должны прислать на телецентр в Уфе максимальное количество своих сотрудников. Явка на контроль у администрации главы Республики Башкортостан и тема мероприятия – выражение доверия, поддержки и преданности лично радио Хабирову. В общем, замысел, конечно же, составлялся Уралом Кельсинбаевым и есть подозрение, что в тесном сотрудничестве с Шамилем Валеевым. Предполагалось собрать до 50 тысяч человек, чтобы тем самым затмить события в Баймаке, где тысячи человек вышли на улицы и отчетливо потребовали отставки ради Хабирова. В ход пошли строгие письма, традиционные угрозы и даже слезные просьбы начальников не подводить коллектив и руководство. Вот это было особенно распространено, потому что люди уже мрачно так на эту идею среагировали, что начальники предприятий начали уже выбивать скупую слезу из сотрудников, уверяя их, что накажет именно начальников, если люди не придут. В свою очередь, Башавтотранс получил разнарядку на более чем 100 автобусов для доставки фанатов Хабирова из самых отдаленных уголков республики Башкортостан. К указанному времени автобусы с почитателями прибыли, изъятые из окрестных школ, рамки металлоискателей были расставлены и на сцене истошно вопили о единстве и единении. Наш оператор снимал именно тех, кого согнали на площадь, и именно они нас интересовали больше всего – истинные, неподкупные, бесплатные фанаты Радия Хабирова, и очень хотелось понять их суть, мотивы и аргументы. Ведь в естественной среде встретить подобных людей довольно-таки непросто. Но, увы, кадры, снятые на митинге «Последние надежды», ничего общего с поддержкой и тем более с народной любовью не имели. Похоже, что бюджетники, стянутые на площадь перед Конгресс-холлом, поняли свою роль весьма упрощенно – прийти, отметиться и уйти. От того, чтобы покинуть площадь сразу, воздержались только привезенные издалека. Их возвращали к местам постоянного обитания исключительно по команде начальства, и им пришлось, конечно, там померзнуть дольше. А вот местные уфимские участники митинга уходили через 2-3-5-15 минут. Отметившись и убедившись, что начальство их посчитало, они смешивались с толпой, некоторые бросали флаги и уходили, восвоясь. Люди, стоявшие на площади, мрачно молчали. Даже когда ведущие истерично требовали от них поддержки, народ как-то так мрачно и с недоумением смотрел косо в сторону сцены и никак не реагировал. Певцов же с, очевидно, пониженной социальной ответственностью никто вовсе не слушал. Многие стояли спиной, укрываясь от ветра. То есть налицо был какой-то разрыв между тем, что творилось на сцене и между тем, что творилось перед сценой. В непосредственной близости от сцены, конечно же, была расставлена молодая гвардия с обилием флагов, и они что-то там повизговали. Но в остальном обратной связи от толпы не было. Казалось, что даже отчаянные речи о том, что Хабиров практически в одиночку сражается с сатаной, которые, если есть громкоговорители, не очень-то вызывали у собравшихся интересы. Бюджетники явно считали, что свою задачу они выполнили, только явившись на площадь. И всяких там бадамшиных они слушать не обязаны. Под конец мероприятия на сцену выбрался и виновник торжества, сам Радий Хабиров. Он отчаянно заявил, что теперь будет отстаивать интересы не только своей собственной братвы и родственников, и не только тех, кто его поддерживает, но и тех, кто его не поддерживает. Хабиров заявил, что он протягивает руку дружбы и любви всем, кто хочет процветания Башкортостана, который он намерен теперь отстроить заново на руинах того, что он, собственно, сам натворил. Завершил свой спич Хабиров призывом к цивилизованному диалогу как настоящие мужики. Ну, это была цитата. Кому конкретно обращался Радий Фаридович, никто так и не понял, но женщины, составлявшие большинство толпы на площади, разочарованно посмотрели в стороны автобусов. В отличие от Радий Хабирова, мы не просим у вас любви и обожения. Ну, собственно, они у нас уже есть. А вот помощь в содержании нашего канала мы просим у вас регулярно. Канал наш существует исключительно на ваши пожертвования, так что не скупитесь, жертвуйте каналу каждый столько, сколько может и считает нужным. Сделать это можно единственным доступным способом через наш расчетный счет, который мы показываем вам сейчас и который указываем под каждым нашим видео в описании. Отвечая на вопрос, почему же Хабиров согласился на подобное, на подобное, что случилось у Конгресс-Холла, почему он согласился позорно выпрашивать поддержку у тех, кого он искренне презирает, и тех, кто, ну, собственно, пыль на его ботинках, напрашивается вывод, что после баймахских событий Хабиров наконец-то сам понял, что он находится в одном шаге от того, чтобы быть отправленным в долгое пешее эротическое путешествие большинством населения республики Башкортостан. А в Кремле такого не простят. В Кремле могут простить очень многое. Вравство, глупость, лень. Но только не пренебрежение к власти. В Кремле не простят пренебрежение населения вверенного региона к тому, кто воплощает собой эту власть. А ведь губернатор – это не просто администратор территории. Он наместник, проводник идей духа и, как сказать, концепций верховного главнокомандующего России. И если в Кремле поймут, что население региона уже в грош не ставят этого самого наместника, так и до игнора в адрес самого Путина недалеко. А до выборов, между прочим, на пятый срок, Путину осталось меньше двух месяцев. Это уже, как говорится, аларм. И если отвечать все-таки на вопрос «почему?», коротко ответ будет звучать так – страх. И страх этот будет покруче того, что испытал Ради Фаридович на горе Куштау. Хотя внешне он выглядит сейчас немножко иначе. Он не намок под дождем, у него нет в руках мегафона. Но ощущалось, что Хабиров жутко боится последствий того, что сам же и натворил в республике Башкортостан. А вот вопрос «зачем» понадобился Хабирову этот митинг последней надежды кажется риторическим только на первый взгляд. На самом деле Хабиров пытается доказать свою профпригодность не только Кремлю, но и еще и башкирской элитке. Уж более многие в последнее время стали богоразумно отползать в сторонку и сторониться темы одобрения того, что творится регионом Хабиров. Очень многим пришла в голову крамольная мысль о не пересидеть ли нам смуту в тепле, а потом, если что, присягнуть новому хозяину. Стоило бы упомянуть еще недавних фронтменов идей и деятельности Хабирова – Зуфию Гайсину, Шамиля Валеева, Джеффа Монсона, Камиля Бузыкаева. Где эти яростные сторонники Хабирова? Почему их не было на сцене, на митинге? Они ограничились какими-то невнятными писульками в интернете, что, дескать, да-да, Радик Фаридович, поддерживаем, заявила Зульфия Гайсина, едва оторвавшись от Мольберта. В общем, тревожно в башкирской элитке. Ну, и Кремлю бы не помешало увидеть, как Хабиров на щелчок пальцев может собрать на мороз 12-13 тысяч человек. Ну, например, послушать певца Бадамшина. Ну, на наиболее рассеянных обитателей Кремля это произвело бы впечатление как минимум лет 30 назад. Но не сейчас. Вообще вот это собирание людей в поддержку лидера – это такой архаичный прием. Я как политтехнолог могу сказать, что он, конечно, произрастает из 30-40-х годов прошлого века, когда на площадях Гамбурга, Москвы и Мадрида собирали людей в принудительном порядке, чтобы они помахали флажками и, как говорится, поприветствовали своих лидеров. Ну, тут, конечно, Хабиров, прямо скажем, промахнулся. Помимо того, что сам по себе вот этот жалобный запрос Хабирова на всенародную любовь выглядел жалким и неуместным, к самому мероприятию действительно много вопросов, в том числе материальных. Первый вопрос. За чей, собственно, счет банкет? По моим оценкам, мероприятие обошлось казне, внимание, почти в 100 миллионов рублей. Ну, давайте складывать. Даже если на площади было не 50 тысяч человек, а, например, 25, это как минимум 60 миллионов неотработанной зарплаты бюджетников. Работу они не работали, но за этот день им заплатят. То есть, по сути, мы наблюдаем платное участие в митинге. Плюс 100 автобусов Башавтотранса, даже больше 100. Эти автобусы сходили туда-сюда, в самые отдаленные уголки Башкирии. Ну, и туда же добавляете цену, певцы с низкой социальной ответственностью, работа полиции, освещение, флаги, уборка территории и так далее, и так далее. Вся вот эта логистика вместе с зарплатой бюджетников, конечно же, на мой взгляд, даже превышает эти 100 миллионов. Сколько полезного и нужного можно было сделать на 100 миллионов рублей? Много. Но получилось только изобразить откровенно тухлое единство. Есть и нематериальный ущерб. Сколько медиков не оказали помощь пациентам в этот день? Урал Кельсинбаев требовал присутствия до 20% списочного персонала медицинских учреждений УФИ и городов республики. Сколько преподавателей и учителей не провели занятия и уроки? Сколько государственных услуг не оказали государственные органы власти, которые вообще-то должны это делать? Люди в районах остались без транспорта. Очень много было об этом сказано в интернете, что у людей в районах не осталось транспорта, что дети идут в школу пешком, потому что автобус забрали для поездки на этот самый митинг, и так далее, и так далее. Кто вообще все вот это посчитает, весь этот нематериальный ущерб? Но вместо этих возможных вещей гримаса безграничной любви к дорогому радио Фаридовичу. А еще Хабиров вольно или невольно нанес ущерб мобилизационным ресурсам предвыборной кампании Путина. До выборов потребуется провести пару-тройку таких больших митингов, показывающих безграничное доверие жителя региона Владимиру Владимировичу. Мероприятия эти, конечно же, нельзя проводить очень часто. Во-первых, народ начнет роптать, во-вторых, эффект начнет снижаться, но и вообще это непросто. Получается, Хабиров в своей истеричной попытке оправдаться украл у Путина как минимум один большой республиканский митинг. Нехорошо получилось, согласитесь. Завтра, 28 января, строго по расписанию, состоится 98-й стрим открытой политики в 21.00. Подключайтесь к прямой трансляции. Как говорится, в этот раз нам точно есть о чем поговорить. Я думаю, что и у вас много вопросов, и у меня есть искренний интерес к тому, как вы смотрите на эти события, происходящие в республике. Так что давайте ставить очередной рекорд. и соберемся завтра, 28 января, в 21.00 на канале «Открытая политика». В своей покаянной речи на митинге «Последние надежды» Хабиров как будто бы протягивает руку тем, кто не согласен с его методами и с его персоной лично. Как это понимать и как на это все реагировать? Протянуть по-мужски, как он выразился, руку в ответ, ну, казалось бы, это наиболее цивилизованный шаг, ну, не пинать же, как говорится, павшего льва. Но давайте подумаем, что изменится. Хабиров станет другим? Ну, это точно исключено. В его возрасте люди уже не меняются. При этом он не может изменить того, что сделал за пять лет, и тем более не сможет восстать против своих хозяев, которые требуют от него все большего и большего, понимая, что позиции Хабирова очень нестабильны. Наверное, хотелось бы кому-то поддаться вот этому миролюбивому порыву, протянуть ту самую мужскую руку помощи, но ведь откусит же по локоть и не подавится. Так что, извините, Радий Фаритович, пожалуй, что воздержимся мы от вот этого рукопожатия, по крайней мере, до тех пор, пока ваше раскаяние не станет деятельным. Добейтесь объективного подхода к задержанным в Баймаке. Накажите и разгоните внутриполитический блок вашей администрации. Это делать просто уже необходимо. Избавьтесь от наиболее токсичных соратников. Ну, тогда, как говорится, и приходите. Возможно, кто-то вам руку и протянет. Несмотря на истеричные утверждения властей Башкортостана о том, что во всех баймакских событиях виноваты Черчилль и его прибалтийские союзники, в республике продолжается обсуждение того, что же стало на самом деле истинной причиной баймакских беспорядков. Всю неделю в нашем телеграм-канале «Открытая политика», на который, кстати говоря, не забудьте подписаться, мы делали опрос на эту тему, и в нем поучаствовало рекордное количество людей. На этот раз почти три тысячи подписчиков отвечали на наши вопросы. И вот результаты этого опроса о причинах баймакских событий. 59% считают, что причина в том, что в республике нарастает недовольство населения тем, как Хабиров управляет регионом. И я, кстати говоря, присоединяюсь к этому мнению. 59% большинство. 19% видят причину в недовольстве башкирского населения национальной политикой Хабирова. Ну, что я вполне тоже допускаю. 10% опрошенных винят во всем этом происке западных спецслужб. 9% обвиняют радикалов-националистов. И только 3% верят Дмитрию Пескову и считают, что никаких событий в баймаке не происходило. Ну, собственно, поиск истины продолжается, и я думаю, что когда-нибудь мы ее найдем. Вы поддерживаем инициаторов и организаторов этого мероприятия, и все правильно, Алгава Шкурбастан. Пашкурт! 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 Субтитры создавал DimaTorzok